я вас приветствую на своем канале с вами валентина никита новая работа утилизация ненужных вещей джинсы кофты свитера что у вас есть обрезки всякие портьерная вот у меня ткань посмотрите подшивала шторы вот такие лоскуты их конечно можно использовать и в других работах но мы сегодня будем делать коврик этот лоскут я разрежу вдоль у меня получится белая полоска и синяя полоска джинсы старые ненужные уже какие вы не будете носить я вдоль нарезаю на полоски и нарезаю так что у меня от брюк ничего не остается вот остается молния и клепка заклепка это можно выкинуть ну кому надо можете отпороть конечно и молнию и снять кнопку но не будем этим заморачиваться многие пишут зачем эти сидушки коврики нужны но у многих есть дачи есть дома есть в ванне и туда мы будем шить скоро праздники надо готовить подарки нарезали длинные полоски и я их еще делю на несколько частей чтобы у нас они были все разные теперь я беру полоску смотрите и мы складываем вот так крест-накрест у нас получается лицо к лицу и от одного угла мы прокладываем строчку в другой угол можно сделать это по линейке кто новичок лучше начертить я прям сразу с этого угла прокладываю строчку здесь все видно к этому но ваши полоски по ширине должны быть одинаковые и у нас с вами получается вот такая длинная гирлянда здесь у вас будут уголки какие мы их срезаем вот я разрезал парфирную ткань и просто произвольно и и делю на несколько частей чем меньше у вас по длине будет полосочка тем будет пестрее ваш коврик показываю еще раз лицо к лицу и вот от этого угла вы прокладываете строчку и когда вы разворачиваете у вас будет вот так вот шевчик наискосочек очень интересно смотрится я нитку не отрезаю подкладываю все новые новые лоскутки получается вот такая вот у меня гирлянда и теперь можно смело разрезать нитки и соединить между собой отрезая вот эти хвостики вот эти они у не получились начало попарно а потом эти пары я соединяю в единое длинную полоску вот и все все просто смотрите вот так мы прошили отрезали и вот у нас наискосок получается шов и когда мы будем соединять пришивать на полотно мы с вами этот шов в разные стороны раздвигаем вот так вот как в разутюжку если у вас какая-нибудь особенная ткань конечно вы можете заранее про утюжить вот эти швы но я потом буду это все отпаривать и в процессе работы она у меня хорошо вот так вот этот шов ложится сделала я вот такую длинную полоску даже не знаю сколько метров не замеряла что мне не хватит я лучше потом еще сделаю теперь нам нужна подложка берем абсолютно любую ненужную ткань это у меня нетканное полотно иглопробиваемое отлично шьется беру я ее в строй магазинах это утеплитель такой обязательно нужный размер выравниваем все ненужное мы отсюда срезаем и нам надо определиться теперь нам надо определиться как же мы будем пришивать наши полоски их можно от края в край вот так друг с дружкой пришивать но можно делать так же но я сейчас сделаю контур для себя по линеечке линеечка у меня пять наверно сантиметров даже больше сделаю я по периметру отмерила 7 сантиметров и теперь для надежности я пропускаю здесь просто простую строчку чисто зафиксировать нашу полоску и потом лицо к лицу кладу и прокладываю строчку только вы поглядывайте чтобы у вас они вот так не были у вас чтобы не было вот так вот стыков и когда будем прошивать не забывайте швы у нас делаем в разутюжку если они будут в одну сторону это будет очень грубовато по краям у нас прямой угол ну вот посмотрите вот так у нас получается 7 полос по 70 сантиметров у меня заняло 18 сантиметров и не осталось половинку сделать я заполнила серединку нашими полосками и теперь мы можем сюда пустить поперек квадратики или сделать из более широкой такие же полосочки но можно сделать вот взять любую ткань такие у меня есть обрезки обшить по краю я полностью доделала свой коврик можно использовать как сидушку лежанку для животных как коврик смотрите я пришила полоски пришила коричневую и синюю я задекорировала на свободном ходу просто завитушки но здесь как вы видите у меня разный рисунок все выровняла пришила ткань ненужную ткань обыкновенная старая простынь в которой уже у меня не в использовании и сделала край коричневый контрастный получился он у меня большой 85 на 51 вот так он выглядит если вы решите в такой технике делать наволочку из ткани вот именно вот такими полосками то советую ряд прошили отутюжить ряд прошили отутюжить или вы прошиваете ряд и потом делаете отстрочку но так как этот коврик я просто шила шила и сшила но на этом все увидимся в следующем видео пока пока